Здарова! Это обзор Атмо Порк, как всегда я Трэш, и сейчас мы немного шиканем. Как обычно, начнем с топа. Подписчик Muffin Time попросил составить топ раннеров, и если можно, засунуть туда Blades of Bream. Раз Blades of Bream, значит посвятим этот топ 3D раннерам, а 2D раннеров коснемся как-нибудь в другой раз. Ну и раз ты попросил, с него и начнем. Blades of Bream — это потрясающий фэнтези-раннер, действительно достойный топа. Невероятные и постоянно меняющиеся локации, сказочная графика, замечательное музыкальное сопровождение и куча возможностей. Прыгайте, бегайте по стенам, путешествуйте по порталам, скачите на питомцах и сражайтесь с врагами и боссами прямо на ходу. Открывайте новое оружие героев и питомцев. Прокачивайте способности и сражайтесь за звание лучшего героя Blades of Bream. Все, что было хорошего в Subway Surface, компания Victoria Games переняла и приумножила. В своем новом творении под названием Vlad's Vampire Dash. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Трансильвании. Молодой вампир родился не таким, как все. Шоколад, конфеты, мороженое и вишневый сироп интересуют его куда больше крови. Вам предстоит выходить каждую ночь в поисках конфет и возвращаться в гроб до восхода солнца. Каждый забег будет проходить в новом уровне с новыми локациями, антуражом и препятствиями. Into the Dead подойдет для любителей более мрачных приключений. Геймплей несколько отличается от привычных раннеров. Здесь нет трех полос препятствий ярких мультяшных персонажей и веселой музыки. Вас окружают реальные зомби, а потому бег для вас скорее средство спасения, а не развлечение. Так что бегите и уклоняйтесь от ходячих, попутно сокращая их популяризацию подвернувшимися средствами. Перед каждым забегом вы сможете выбрать бонус, но он вам надолго не поможет. Ведь задача будет усложняться погодными условиями и нарастающим количеством врагов. Мне кажется, или этот парень бежит не в ту сторону? Соник Даш – самый яркий и динамический раннер на сегодняшний день. Да и кто может потягаться самым быстрым ежом на свете? Сыграй за Тейлз, Наклза и других друзей Соника. Тебе предстоит противостояние с двумя злейшими врагами Соника – Коварным Эггманом и смертельно опасным Зазом из Затерянного Мира. Уклоняйтесь от ракет, сбивайте врагов на пути и побеждайте в таблице рекордов под любимый звон Золотых Колец. Этот звук мне никогда не надоест. Ну и конечно же, я не мог обойтись стороной великолепную расхитительницу гробниц. Ларакрофт Реликран – раннер с невероятной динамикой уровней. Каждую секунду вам придется уклоняться, скользить и уворачиваться от разрушающейся древней архитектуры, попутно отстреливаясь от врагов, собирая реликвии и сражаясь с боссами. Проведите расхитительницу через джунгли и древние храмы, перепрыгивая через ловушки и преодолевая препятствия на мотоцикле. Проходите сюжетную кампанию, находите древние сокровища и раскройте страшную тайну. А теперь вперед в прошлое! Райтандед Тирекс Оу Такой ник у чувака посоветовал Демолишн Инк. Забавную, типа, стратегию, в которой вам предстоит уничтожать человечество внеземным мудаком. В игре Демолишн Инк вы управляете летающей тарелкой марсианина Майка, работающего на кампанию по утилизации такого мусора, как наша планета. В ваши обязанности входит разнести как можно больше достопримечательностей и загубить как можно больше человеческих жизней. Разливайте кляксы, слизь, спускайте похищенных коров, управляйте транспортом дистанционно и обрушивайте целые валуны на город. Физики и неплохой разрушаемости хватит для того, чтобы весело скоротать время. Ну что ж, пришло время показать вам игру недели. Мне безумно стыдно, потому что на мне лежит большая ответственность, а на кону мой авторитет. Но игрой недели стала Дэнджи Доджес. Я надеюсь, вы меня простите. Дэнджи Доджес – безумная игра, в которой вам придется перемещать забавного персонажа, уклоняясь от огромных метеоритов, хаотично падающих с небес. Все, что от вас потребуется, это водить пальцем по устройству, гоняя героя по полю и следить за нарастающими тенями грядущего обвала. Помогите динозавру, астронавту, роботу, балерине, пришельцу и другим персонажам как можно дольше избегать фатальной участи для достижения новых рекордов. Забавные персонажи, простой геймплей и красивая графика, стилизированная под пластилин, подарит море ярких впечатлений. Пришло время заглянуть в анонсы и узнать, чего нам стоит ожидать на андроид в ближайшем будущем. Не знаю как вы, а я пипец как ожидаю любых файтингов на андроид. Так что как нельзя. Кстати, подписчик Vmodel поделился своим ожиданием шикарного представителя жанра, о котором вы, быть может, наслышаны, а быть может, в который и наиграны. Это игра Skullgirls. Skullgirls это безумно быстротечный файтинг, в котором игрокам предстоит управлять яростными воительницами в необыкновенном мире. Классическое управление с использованием шести кнопок дает каждому персонажу огромное разнообразие атак и специальных движений. Вдобавок, искусственный интеллект будет самостоятельно обучаться тактикам и комбо против вас. Так что любителей серьезных файтингов ждет настоящий подарок еще до начала нового года. Ну и поднимем настроение занятным трэшем. Подписчик The Jake не знал к чему отнести игру Dropsy. И я с ним полностью солидарен. С одной стороны, она заслуживает звание игры недели, но находится на стадии бета-тестирования. С другой стороны, она заслуживает личного топа. Но подобный топ у нас недавно был. По этой причине, Dropsy пока что станет самым качественным и душевным трэшем на сегодняшний день. Как у ребенка из 90-х, у меня некая слабость к трэшу, психоделике, пиксельным играм, клоунам и квестам. Так что мой фетиш, игра Dropsy, полностью удовлетворяет. В игре вам придется помочь клоуну по имени Dropsy найти друзей. Но это не так просто, когда ты страшный толстый клоун, у которого всего три зуба. Его боятся люди и дети. Зато он может общаться с животными. Помоги доброму клоуну пройти через долгий путь и узнай историю, которая затрагивает сильнейшие аспекты тем любви и доброты. Не проходите мимо этой очаровательной наркомании. А на сегодня это все. Ставь флой, делись видяшкой с дружбанами, ну ты знаешь. Тут игры с нашего сайта, а тут подписка. Удачи и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok